итак дорогие друзья продолжаем наше приключение в этом мире я опять немножко откатился с таким вот замечательным нашим спутником по имени Ерма она же моя Багира в этом мире и у нас идут в данный момент у нас есть задание фрейда который мы пока еще не можем открыть видимо пока вот этот требуется сборка и нам нужно было что нам нужно было с этой сборкой нужно было найти динамит взорвать там что-то пройти куда-то сейчас мы возвращаемся обратно на в тот момент где мы начали я смотрю да поскидывали лишнее лишнее лишние грузы вернулись обратно в мусорную шахту для того чтобы дойти до вот этой вот сборки а потом уже может быть забраться с этим фэйдом потому что там как я показывал ворота не открывают так это поможет ему вызвали здоровый гад может что то не то одел снял что то и как то надо править на скелете который вызывает наша дорогая наш дорогой спутником мальчика так 25 давайте-ка увеличим наш урон чтобы с этой кувалды хотя бы урон у нас был в районе ну хотя бы 978 пусть будет сила бы махать концентрация не знаю значит брони тоже как бы стойкость на общем туда не помешает нам какая-то стойкость запас наверно 30-40 пусть будет здесь у нас остался один запасик один одно очко скажем так будет одно очко ну я себе посусь я уже посусалом так посмотрим что у нас здесь у нас опять прогладище прогладище так что они тут у нас какой-то зеленого тут я говорю что они такой же рот что из них выплескаются вот такая гадость или это так ходи за и тебе тоже не хворать ух ты какой-то выбор персонаж гаргум да вот тут меня это завалил гаргум ээээээ какие то выплавиции еще камни тролл я эту Пачка всяких болеющих налево-направо проглядывает. Но я же не знаю, что создателей их так назвали. Так, что-то я, ага, все понятно. Так, получается, что у нас тут получается, получается, что у нас тут еще одна непонятная субстанция. И мы двигаемся либо сюда, либо отсюда. Так, ага, ну вот, получается, что опять там кто-то пупнул. Или мне это слышится, или это живут что-то такие. Ну, просто так. Наверное, если тут живут в торговой обиде, просто так никто тут по-нормальному. Ходить в этой мусорной шахте спокойно, наверное, не сможет. Без того, чтобы, если есть блюющий, то, наверное, есть какие-то ей пукающие. И оно, если у нас появилось задание жир на зуб. Вот. То, скорее всего, там какой-то будет персонаж. Не очень приятно, так они все-таки находятся в этой. В мусорной шахте. Че такими придумают. То, скорее всего, из этого жир на зуба. Я не думаю, что от него мы будем ожидать каких-нибудь. Чтобы у него пахло вкусно изо рта. Да. Или что он просто у нас поприветствует, скажет. Хай, гайз. Он, наверное, что-нибудь такое скажет. Ничего не скажет, гадость. Но. Мы сейчас об этом узнаем. Потому что мы оказались на складе лома. Так. Вызываем нашего. Придурка, который не всегда нам вовремя помогает. И пока идем, в общем-то. Не спеша. Не спеша разведывать этот склад лома. Вот здесь, видите, везде этот лом валяется. Но пока. Пока не будем спешить. Потому что. Вдруг. А ну вот видите. Может быть и впереди. Появится. Путь фейда. Я смотрю, что тут прохода нет. Тут есть телепорт. Как бы. И куда мы плюхнемся потом мы. Да. Мы плюхнулись просто. В болото. С чем я нас и поздравляю. Ладно, друзья. Посмотрим, что нас ждет в этом. На землю мою. Выплыть не можем. Выплыть не можем. Поэтому будем плюхаться в этом. В этой куче. Металлолома. Стоит металлолом. На нем горит фонарик. Кто его зажжет? Зачем? Вопрос, конечно. Так. Тут у нас закрыты какие-то ворота. Непонятные. Ладно. Пока плюхнемся, плюхнемся. А вот он и выполз этот зубожир. Жирнозол. Или как его там все по-кругому называешь. Атака, атака приводим. Закрушающего галл брасли. Так он пожирает зубы. Не страшно. Попробуем пообщаться по-хорошему. Ну похоже по-хорошему с нами общаться. В первую очередь. Будем общаться с ним. На не очень хорошем рыбке. Даже попросим помощник рыбке. Нам немножко в этом не будет. Факция. Ну вот. Слава выросла. Помощник нам помог. Ну я про вот этого пользую. Ползуна пистолета. Который артиллериста ради. На самом деле. Робот пулеметчик. А не загадочный дробовик. Веду это кольцо. Воротник и так далее. И что нам дало это все. Ну грохнули мы этого зуба. Жирного. Загадочный. Шедевр Леона. 270 урона. В секунду. У нас на том висит. 208. Так. 50. 20. 20. Низкая скорость. А там очень низкая скорость. Урон там повыше. Давайте сравним. Друзья. Что у нас тут. ловкость. Ловкость. Либо уровень 46. Мы помним что. Так. Ловкость. Ууууууу. ловкость нам тут не поможет этот шедевр Реона, он скорее всего не нашего поля ягода, может быть оставим его чуть на потом, до этого 46 уровня нам осталось в общем-то не особо я бы не сказал что близко, но в общем-то не особо далеко, потому что мы сейчас находимся на пороге 45 и там уже посмотрим если воткнем ту эту и эту ту, посмотрим что у нас там в общем-то ага, дверца открылась, вон она как, сначала пока этого жирнозуба тут не завалишь получается дверцу не откроешь итак посмотрим что у нас в этом плюхающем болоте ждет а задание путь Фредда нас ждет получается в общем-то источник энергии для машины гномов, вот он эта батарейка валяется источник энергии интересный источник энергии, даже на батарейку не похож ладно берем этот источник какой-то квест получается, ну сказали что мы такую батарейку мы все-таки нашли отнести нужно этот источник на батарейку по профессу стокеру в имперский лагерь что у нас с этим путем Фредда Фэйды, я так еще честно говоря пока не знаю, но звездочка почему-то горит где-то здесь а вот и какой-то этот, а этот персонаж батарейку потерял видимо шел-шел, потерял батарейку и упал так ладно посмотрим что у нас в этом сундучке вот у нас тут вернуться в город какой-то щит, какой-то что сейчас посмотрим что нам тут далее наверное уже в городе или прогуляться по этому баллу немножко сюда нет, нам прогуляться не дают посмотрим карту получается карту мы всю открыли, прошли и что у нас тут наоборот откроется только в случае если сюда вы новый recruit? если сюда пройдет тварь с той стороны они закончат то что начал чернокнижник да либо нам эту эти двери нам придется сапоги в лоб да сапоги в лоб хорошо что не лапти так ладно пока это мы берем лишнее сейчас продадим апгрейд мы уже не сможем ничего сделать потому что уже повесили на все что можно было может быть бцн попытаться что какую-нибудь фигню сюда воткнуть так тихо не ругайся матом а хотя я не уверен что он что-нибудь сюда действительно серьезно повесит но посмотрим что а плюс один процент к найденному золоту и нахрена спрашивается нет фея не знаю а его сочин семьдесят пять запасу здоровья ну вот хоть что-то тридцать два девяносто три ну на двести единиц побольше здоровья стало в общем то на двести а ну там наверно плюс к к чему то еще к чему то еще может там стойкости к какой то плюс идет а да так так наверно нужно пока спаги пока уберем ну вот этот ждет у нас уже персонаж с ответами на наши вопросы с вопросами к нам то есть ну и что путь феды там все равно все закрыто ладно разбираемся с этим так в общем то получается что по времени у нас пока еще запас для дальнейшего прохождения есть узнаем что этот наши отлично такой источник энергии как нельзя лучше подойдет для правого котла этой машины как странно ничего не происходит о нет именно этого я боялся источник полностью источен да все гораздо хуже чем я думал а ты думал шел там какой то персонаж который валяется за твоим правым плечом вронил батарейку ты думал что он просто так его уронит что ли конечно она пустая скорее всего нужно где то заряжать так так мы все таки за эту штуку нам предлагается какая то награда либо теплые лесные брюки защите защите ото льда либо палец надгробие превосходство да название ребята не придумали конечно не супер ну да ладно либо вот этот вот бансет экзорцист который в принципе у нас есть но он совсем с другими показателями то есть у нас по умолчанию идет командир к стойкости к ловкости у него к урону к ловкости получается шляпа одни и те же названия одно и то же дополнительные действия как бы дополнительные бонусы при комплекте в две три четыре до семи штук у нас получается те же самые уровень до поднятия то же самое но почему то они вот разные ребят получается я не знаю брать или не брать 150 170 223 а по за что дарь hair из vision Возьмите дорогу через Ривенскал-пас, чтобы достигнуть батареи. После того, как вы заранее заранее заранее, приходите сюда, и мы ее установим в автоматике. Что-то северный какой-то акцент. Ривенскал, может быть, мы пойдем через Ривенскал, зарабить источник, возвращайтесь, и мы ставим его в машину. И мы получим какой-то опыт. Хорошо, все равно мы как-бы... Где у нас этот... Ну, там она у нас ничего как-бы пока не светится. Тут мы все, в общем-то, лишняк скинули, но... Так, с вами это палец на гробе. Посмотрим, что у нас тут творится. Палец 9-7-8, с палец у нас 13-20. А, как-бы урон, да, повыше. Причем намного повыше. Урон от магии у нас уменьшается в разы. Смотрите-ка, эта штука, в общем-то... Ну, у этой штуки, все-таки, очень низкая скорость атаки. А у этой, все-таки, средняя скорость атаки. Ладно, ребят, посмотрим, что у нас, по чем. Эм... 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 Так... Эта штука у нас стоит 851, это 250. Ну... Не будем долго думать, сможем мы улучшить этот... Эм... 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 Больше ничего туда и... Ну, откануть. Не физиак, единому урону, ладно. Эм... Эм... в расколотых тронах. Я помню, что я как-то немножко... Это было не хохма, как бы, а вот именно... Кто там кого расколол. Смотрите-ка... Ага, ворота-то были закрыты. Сейчас у нас открыты, потому что этот чувак уже... Вот. Получается, что... Нам дают возможность, у нас есть какая-то возможность... К ущелью Ривенск, к скалу, вот именно с этим... И... Найти-то Феда, тот который... Тот, который... Дух и бывший кто-то там. А... Да, с этой смехоплюйкой. Ну что ж, идем посмотрим, что у нас там ждет. Так, что у нас здесь будет, чтоа-то... Точно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 тут ворот ребят блин я уже третий насчитал те которые но уже на наш келет рвется туда я кого-то он с кустем завалил я открываю ворот кидается там да хорошая штука в общем прикольно довольно таки а вон там гасит уже не поймаю только гасил уже потом постепенно добиваем в общем да не особо как бы расходу маны страны долбят так вот ребятам Ооооо, тратка! Ааа. Чего я его до..ааа. Достать не могу, потому что он вообще внизу находится. Пытаюсь, да не долупиться. Хм. Вот такое вот у нас интересное приключение. Ла 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 ла. Хе хе хе. Ааа. И тут скелет, Термочкин, конечно, довольно-таки прикольный. Ла-ла-ла-ла .. С этой шашкой. Ага, тут у нас какой-то транзитный портал выскочил. Куда-то там. Ну, наверное, так как мы нашли портал. Я предлагаю все-таки обследовать дальше все окрестности. Может быть мы что-нибудь пропустили. Клинок скорпиона. Какой-то пенек. Получается эту часть мы начинаем дальше исследовать. Шапка какая-то. Что-то там башня Веракса. Тут у нас вход в башню Веракса появился какой-то. Ага, получается вот это у нас башня. Сейчас сундук кусающийся. Ребята, не стои. Все, брысь отсюда. И ты тоже. Сказал я. Урни. Не-не-не-не. Все. Нет, смотри ты живой гад. Не доби ты же. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот, работали даже с этим интересным персонажем, который носил вот такие вот загадочные, да, комплект Леон, которому до этого, в общем-то, находилось что-то из Леона, Кмана и так далее, что-то из него находили. Посмотрим, что нам тут пригодится, что нет. Леон Хайт пока валяется. Наверное, успеем его. Ну, 6% шанс переманить цель на свою сторону. Ну, чем-то, 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 ну, 10-6%, в общем-то, это не особо. 12-е стрелком, шанс переманить. В общем-то, как-то. Стрелкову, конечно, да, наверное, но... Мне мои сандалии, может, нравятся? 46 уровень. 45 уровень. Мано, стрелковое уклонение. Здоровье. Угу. Поищем, что-нибудь восстанавливающее. Угу, или что-то типа этого. Так. Все, продолжаем. Да. У нас осталось совсем немного времени, друзья. Ну, как бы не совсем, но какое-то время у нас в продолжении нашего дальнейшего путешествия еще есть, поэтому я не хочу. Каргули какие-то листы. Не хочу пока спешить. Э-э-э... Еще какой-то будет выпал. Ну, что у нас тут? До сих пор не могу понять, где-то... Брысит. Какое чудесное пение. Э-э-э-э. Ворота. А тут у нас получается... Э-э-э... На поле боя расколотых тронов. И там у нас эти два задания. Хм... Хм... Ну, так как... Э-э-э... Я смотрю, мы, в общем-то... Не открыли всю карту. Что-то... Ну, нам это не сделать. Прежде чем мы... Не рванули... Ну, это поле боя. Тем более тут... Рубака непонятная. У нас все, как-то, тормозят эти чертовки, летучие мыши. Это непонятно. Э-э-э... Э-э-э... По тем местам, которым, как бы... Проскочили, но не прошли. Потом, я думаю, как раз за это время мы успеем... Морду набить еще раз. А-а-а... Вернуться... Обратно... Алтарь навыков? Интересно. И что нам раз? Что-то, да, очень не понял. Два к уровню навыков, все навыки. На две минуты. Хм... Хм... Ну, у нас какие-то две... Какие-то навыки повысились на какое-то время. Я так понимаю. Сразу. Может, мы успеем за это время что-нибудь... Да, у нас какой-то... Портал выскочил куда-то там. Плюс мы в самом начале... Как бы... Мы зашли в какие-то... Здорово. В какие-то... Ворота... Закрытые. Пока не стал тут вот тогда ссоваться. Вот они. Ворота. Различные. Открытые. А, а, вон он как. Да просто были вот такие вот ворота, наверное. Были еще тут как... Нет. Нет, 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 нет. Нет, все, получается, да. Это были только одни вот эти двойные. Я думал, что это... Как бы... Куда-то. А, оказывается, это, в общем-то, просто закоулок. Где... Где кто-то там... Вот это что такое? Транспортный портал. Потом у нас будет вход в какую-то башню. А потом у нас будет поле... Этого расколотого. Ну, тут получается, вот именно... Нужно ли нам сейчас куда-либо телепортироваться? Ну, я пока критического такого, в общем-то, не вижу. Такую... Ну, опять, не поступаем. Мы пока... Подойдем к этому... К этой башне Вир... 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 Попробуем сохранить. Не знаю, там, что это будет такое. Башня Вир... Ага, башня Вир... Вир... Нам сейчас... Это задание сейчас для нас неактивно. Скорее всего, нам надо будет потом вернуться через... Транзитный портал сюда. Когда у нас... Появится... Следующее задание, чтобы вернуться к этой башне в ущелье Ревенска. Ревенска... 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 Идиот! Черт! Идиот! Наверху находится. Идиот, получается, не он, а... Тот, кто за ним... Пытается его... Догнать. Так... В башню Ревенска... Получается... Пойдем позже. А сейчас у нас идет... Нам надо двигаться... В общем-то... Куда нам надо двигаться? Нам надо двигаться... В общем-то, получается... В следующую серию... Потому что сейчас лимит... Как бы закончена... Этой записи... Дождемся... 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 Нашего спутника... Через 22-30... В общем-то, через 20 секунд... Вернется... Мы с вами видимся... Позже. Нашего спутника. zu니까... Нашего спутника. Нашего спутника... Вот gardening... Например.